МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працуем Аренаджалая. Глядите в этом выпуске. В центре уваги агро-экотуризм. Что стремливает индустрию сельского отпочинка, доведались наши корреспонденты. И льготы для работы у вёсцы. По идее неуказа номер 345 в регионе трапила больше 70% населенных пунктов. Музыка надеи. В Гомеле за звание лепшого спрашаются юные музыканты с четырех краин. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Компания по выборах депутатов Мясовых Советов в Беларуси проходит спокойно. Поведомила старшиня Центрвыборкама Лидия Ярмошина. По ее словах, звороты, якие поступают у ЦВК, тычется тлумачение законодавства. В Беларуси дадены старты республиканским семинарам, где обмеркается работа территориальных комиссий, а так само вылучшение кандидатов у депутаты и регистрация инициативных групп. Зараз выборчая кампания напереда дни самого галонога и публичного этапу вылучшения кандидатов. Нагадаем, регистрация инициативных групп протягнется до 14-го снежня. Выборы у депутаты Мясовых Советов призначены на 18-е лютого. Больше 60% сельских населенных пунктов Беларуси трапило падение указа номер 345 об развитии гандли, громадского харчевания и бытового обслугования. Он пошнет денежить с первого студента. В нашем регионе отповедным перолюкам свыше 70% населенных пунктов. У процентных относинах это третье место сирот инших областей. Первые два у Гродинского и Витебского регионов. Что до колькости, то на Гомершине падение указа трапило больше 1600 сельских населенных пунктов. И тут наш регион на четвертой позиции. Пришим у Брагинским и Будокошалевским районах у Пиролик уключено амаль по 80% от агульной колькости вёсок. У Ветковским районе 76,5%. Згодно с указом для юридичных особ и предпринимательников, которые ожидают у сельской мясовости розничный гандль, громадское харчевание, бытовые послуги, будут установлены пониженные ставки по податку на прибыток и по подоходным податку с физичных особ и по мере 6%. Так само продуглеживается вызволение оборотов от податков на добавленную вартость, нерухомую майомость и земельного податку. Тым часом развитие агроэкотуризма на этом тыдне обмерковывают на Гомельшине. Во всех районах проходят посажения координационных советов. Сегодня актуальные питания этой сферы обмерковывали уречицы. Что стремливает индустрию сельского отпочинка, доведался Олег Сентюроу. По коль назвать Гомельшину лидером у развития агроэкотуризма довольно складанно на территории области находится только кожная 12-я зарегистрованная в Беларуси сядьба. Климерковать по официальных справоздачах невельми высокими заявляются и прибытки от их деяности. По выниках минулого года у середнем кожная агросядьба отремала доход у померы у всего 5 тысяч рублей. А тому великая надея зараз на 365-й указ президента, який поширает сферу деяности для сельского бизнеса. С 12 января, когда вступит указ, субъекты агроэкотуризма смогут проводить различные мероприятия, банкеты, свадьбы, корпоративы, предоставление услуг бань, душевых, катание на гужевом транспорте и многое-многое другое. Обращая веселье и банкеты, владельники агросядьб теперь смогут проводить еще и платные фестивали. Хотя полные обмежевания все-таки застаются, агросядьбы могут прорисовать только по наявных разликах, что робить практически немогчимым проведение тех же корпоративов, предприемствами и организациями и еще одна проблема – отсутствие интернету на шматых сельских территориях, по подликах самих уладельников сядиб. По этой причине они страчиваются до 70% потенциальных туристов. Сучастные технологии – это не только максимум оперативного отримания любой информации, они дозволяют обыходиться так само без профессийных перекладчиков, что особливо важно при приеме замежных отпочивающих. Сейчас же век продвинутых технологий и, если нужно, непонятное слово всегда можно найти и в телефоне в том числе. Главное, чтобы был интернет, главное, чтобы была хорошая связь, главное, чтобы было желание друг друга понимать. У гэты дни у агросядьбых не шматлюдна, а ле охотка все изменится. На новогодние и калядные святы сюда приедут гости не только из Белоруссии и России, а ле и Германии, Италии, Китая, США, Великобритании. Что привабливает туристов у темнику замежных у агросядьбы? Наша природа, наша культура и наша кухня. То есть колдуны, тибульбы непосредственно с печи, что может быть больше смачно. Ось приемно есть. Для приготовления национальных страв у агросядьбых плануют притягнуть профессийных поваров, а прича того для проведения мероприемцев запросить аниматоров и местовые самодельные коллективы, которые выполняют старожитные обрады. Хоть и тут есть одна количество. Процедура супроводительства с наемными работниками довольно складанная, что не соденеющая додатковой профессиональной занятости насильництва. Люди привыкли к тому, что я пришел к работодателю, работодатель все вопросы закрыл. То есть человек не просто он за себя должен будет платить какие-то налоги о том, что он должен делать отчисления в фонд соцзащиты, в отчисления в страховые фонды, в пенсионные фонды. Обычных гражданин не будет каждый месяц этому уделять определенный объем времени. Пропановы и проблемы, огученные подчас проведения координационных советов, будут проанализованы областным управлением по спорту и туризму. Выникам этой работы станет подготовка методичных рекомендаций для владельников Агросядиб. Их выдание заплановано как в электронном, так и друкованном вариантах. Гомель собрал юных музыкантов с четырех краин. Их объеднал международный детяшный конкурс «Музыка надеи». На протягу этого тыдня у колледжа Мастаса и Мясоколовского будут проходить творческие выпробования. Подведение выника из нагороджения пероможцев заплановано на 8-е снежне. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Международный детяшный конкурс «Музыка надеи» селит юбилейный 15-й полику. По доброй традиции он проходит у Гомельским державным колледжем Мастасства и Мясоколовского. На открытии организаторы члены журы конкурсу пожадали у дельникам веру в свои силы и творчего натхнения. Затым гостей урожистой церемонии запросили на концерт симфоничного оркестра города Гомеля. Международный детячий конкурс «Музыка надеи» селит объеднал больше, как 80 юных музыкантов из Беларуси, России, Молдовы и Латвии. За звание лепших у игры на струнных смешковых инструментах они споборничают у трех взрослых группах. И коли для конкурсантов это шанс для реализации таленту, то для журы могшимость открыть новых адорных выканавцу. Победитель гран-при этого конкурса это был мой ученик Ян Хмельевский. Сегодня у него в Париже концерт. Он выступает в очень пестижном зале. И вообще я рад, что этот конкурс способствует развитию таланта наших очень одаренных детей, который востребован уже не только у нас в стране, как и исполнители юные. Он дал путевку в жизнь очень многим талантливым ребятам. Десятигодовый Петер Сауне приехал у Гомель из Латвии. Хлопчик видатно играет на скрипце. У своем творчем арсенале мое несколько перемог. Головная для его, как и для всех, кто выходит на сцену, велизарная любовь до музыки. Меты конкурсу «Музика надея» выявление и поддержка юных талентов, развитие их творческих и повышение взрослых выканальницкого майстерства. А еще пропаганда лепшого педагогичного опыту. Миновата тому Музычный форум продуглеживает концерты и майстер-классы от выдатных музыкантов Беларуси, близкого и далекого замежа. Члены журы, уполненные, дякуючи такой шмыцтупенной творчей работе, селета обовесково отрымается открыть новые яркие имены. Махчима, будучи взорочек, великой сцены. Мне очень приятно еще, как заместитель председателя Совета Фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, что каждый раз, когда мы проводим заседание Совета, очень много участников из Беларуси, которые стали здесь лауреатами, дипломантами, получают специальную премию президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это очень важно, важно для нашей республики, потому что Республика Беларусь богата на таланты. Я думаю, что в этом году в номинации скрипка, виолончель мы тоже увидим новые имена, новых исполнителей, которые в дальнейшем будут представлять Республику Беларусь на престижных международных конкурсах, которые проводятся вне пределов нашей страны. Международный детящий конкурс музыка-надеи у Гомеля протягнется до 8-го снежня. Переможцы отримают гоноровые дипломы и премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Призы и подарунки отголовного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Гомельского обл.в.конкама. Лауреаты конкурсу примут удел в заключном галоконцерте. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько, телерадоя компания «Гомель». ГТ и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tivergomel.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова